всем привет и слава украине передача новости когда продолжает свою работу с вами я гела база за сегодня у нас традиционные итоги недели с хорошо знакомым и любимым нами парканом приветствовать рад видеть здравствуйте дело приветствую вас и наших зрителей спасибо большое что смотрите поддерживаете канал не забываем ставить ставить лайки комментировать подписываться это все помогает нам работе и что у нас больше количество людей ну приходится начинать значит выпуск с очень печальная тема не стала на ира алиева прекрасного журналисты очень хорошего человека я его знал и просто 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 настолько он был мягкий добрый хороший человек что мы очень обидно очень жаль вечно ему память пусть сегодня примет его души аллахами таласин это человек которому я относил свои первые статьи так получилось что студенческие годы ну у меня уже появилась какая-то такая уверенность в себе я начал писать вот тогда это была газета эхо или была колонка вот мнение авторы по моему вот и я значит пошел в редакцию прямо сам не ожидая этого проник в кабинет рауфа талышинского сейчас думаю да и смог поговорить там минут пять-семь кто зачем почему и послал меня на его так и познакомился с ним с его братом тоже очень талантливый фотограф это большая таранта нам и как человек и как профессионал не дай бог терпения и осени дай бог вечная память ты молодец ты почувствовал уверенность будучи студентом я я я начал писать лет тридцать восемь решил что я могу чего-то писать у меня второй курс из фака как-то так ну и главная центральная тема которая благодаря которой я скажу честно канал очень сильно приподнялся то есть есть интерес есть самая это тема визита путина в баку и так путин в баку причем на всех фотографиях или мне это кажется президент азербайджана в хорошем настроении а путин учили по улыбаться я не буду спрашивать почему мы ждут и психологи но попрошу все-таки оценить этот визит тот самый известный вопрос зачем приезжал знаете про визит путина в баку уже сказано столько ну да что я честно скажу не могу не спросили вот тогда я я понимал что этот вопрос будет потому что мы это обсуждали на поэтому я постараюсь пройти мазка по тем элементам которые заслужили внимание экспертного сообщества и которые может быть не очень были подсвечены так скажу ну во первых это протокол очень активно дискутируется меню значит ужина очень активно дискутируется значит посещение путина аллеи шахидов да я просто хочу сказать что меню обычное для государственных визитов я сам как-то принимал участие в этих вечерних застольях ничем не отличается от всех других до в азербайджане кормят больше даже такая известная байка ну не байка это действительно так было когда наш президент посещал турцию во время еще гюлик гюль абдулла гюль был президент и там был зван нужен но в турции кормят тоже вкусно но мало такие большие тарелки с очень маленькими порциями и когда гюль в ответный визит был в азербайджане ну там точно такое же меню ну там может быть горячие закуски что-то его ему принесли вот эти еду первое первое блюдо второе третье говорят посмотрел на президента олива и сказал господин президент похоже вы в турции оставались голодным да то есть вот это очень много обсуждается слушай извини но не могу не рассказать это не байка реальный случай значит приехали был значит форм форм как бы конференция казахо-грузинская приехали друзья с казахстана один не буду называть кто просто поймешь почему он был очень голодный с утра ну пошли позавтракать он был очень голодный я так говорю ребят сейчас возьмем по азербайджану хачапуле и позавтракаем он о мясо я говорю подожди я говорю мясо потом сейчас мясо не надо я тебя уверяю азербайджану хачапуле это самое то так как он был голодный он начал рассказывать анекдоты про узбеков и казахов как узбек приезжал казах как казах приезжал в узбеки салка и узбек ну как узбеки плохо кормили казахов и как казахи хорошо кормили узбеков ну далекая до того что я узбек еще что то еще что то он вот достал я говорю слушайте я говорю принесите ему мясо с мясом долго пожалуй ему хотя бы не готовится дольше чем это мясо ему принесли он поел и же только это хорошо этого сейчас я поем хотя будет знаешь что такое азербайджану есть такое дело но вот и возвращаемся как-то потому что я должен был это отметить потому что сам люблю покушать значит тема практически практически не замечалась тема кого почему топ а потому что на коп азербайджан должен пригласить всех вот но всех должен пригласить потому что климатическая тема это но это сердце я почему вот на это слово делаю дарение потому что действительно вот это такая вещь это мероприятие организации объединенных наций и азербайджан это только страна который принимает да эту конференцию поэтому то есть и к примеру да там на генеральную ассамблею он летят все и американцы должны всех принять несмотря на то что считает террористом он у них черных списках или не поэтому не приглашать президента российской федерации на климатический саммит невозможно и это приглашение есть но вот традиция которая была заложена в дубае что он может прилететь и на самом мероприятии он может не совершить соответствующие государственные визиты это уже на усмотрение значит российской стороны и российская сторона в прошлом году дубая выбрала форму отдельного государственного визита в объединенный арабский эмират помните это истребители с флагом значит они там пару пускали я не знаю как это называется с флагом российской федерации там наверх на деблюдах его там кортеж был его автомобиля вокруг тебе блюдо все дела и тот дело понял что жизнь мимо него я это все не помню да вы можете набрать в ютубе посмотреть стоит визит путин объединенные арабские эмираты декабрь прошлого года вот а на мероприятие самом российскую федерацию представлял господин аликчук вице-премьер значит правительства российских хорошо знакомы в узких кругах до плюс должна была быть ответка значит у нас был государственный визит это 20 значит 2 февраля 2022 года соответственно должен был быть ответ государственным ну вот как то все эти звезды сошлись и этот визит значит состоялся переходим значит другим тяну очень много поговорили и действительно но где-то процентов 80 переговоров это было социально-экономический блок присутствовали все договорились в основном они нефтяном секторе это и судостроение это очень интересная тема потому что мы конкуренты каспийском море по этой теме и вдруг это идет общая такая танкерная тема море века а для чего мы же сами же не транспортируем нефть не россия не азербайджан из каспийского моря суд судами нефть не экспортирует экспортирует это казахстан и получается что значит азербайджан и казахстан и российская федерация будут строить вместе значит большие суда которые будут перевозить нефть казахстанскую для казахстан по волгардонскому каналу на мировой вид тоже очень интересно кооперационная такая схема которая естественно конкурентов делает превращать партнер по экономике я бы сказал бы что важный момент я буду перебивать потому что это интересно река море для казахстана волгардон все замечательно но у казахстана есть трубопровод до новороссийска понятно что трубопровод он новороссийский трубопровод новороссийск он сейчас порт с сомнительной безопасности но тем не менее россия делаем все чтобы наоборот казахстанская нефть она не ушла обходными путями получается обходной путь где логика обходной путь через территории российской федерации ну и лучей баба по морскому пути да папа личному пути российской федерации а откуда вы знаете кому будут принадлежать к примеру вот эти танкера которые будут строить азербайджан и российской федерации может быть они создадут совместные сп 50 на 50 и будут вместе зарабатывать на 3 сказал на казахстанской нефти нет с нами танки даже наши будут или же мы будем продавать их казахстану которого не самый большой танкерный флот он был кстати распродан насколько я знаю последние годы президентства назарбаева то есть все эти элементы они очень интересны по ним очень мало в конечном итоге центр исследования южного кавказа и конечно это не не все новые экспорта я думаю что азербайджан эти два года опаздывал вводя самому себе ограничение по в экспорту россии этим всем занимаются другие страны южного кавказа на это закрываются глаза и даже это в америке называется смарт полностью разумный умная политика я думаю что азербайджан должен наверхствовать упущенное и соответственно вот идти вперед в этом направлении но здесь есть кое-что было по реэкспорту в россию что у азербайджана даже кое-что было а у меня кстати есть презентация мы можем ее посадить я вообще собирался ее разбирать пожалуйста но не просто если кто покажет да кто покажет тему в экспорте и так далее это останется только согласиться но на но наши сделали это чисто для по грузии то есть по грузинскому сектору сделали это наши но здесь нужно просто еще раз говорю смотреть наши это сейчас я скажу сейчас это значит айфакт это айфакт где я еще раз говорю это исследование но может быть правильным она может быть неправильным ссылаюсь на них пять позиций радионавигационное оборудование интегральные схемы телевизионные цифровые записывающие видеокамеры но блок цифровых данных я думаю тут все понятно да устройство для приема передач дальше вот здесь реэкспорта из грузии продукции двойного назначения не означает что вся эта продукция шла в россию это 463 490 долларов сша это по россии это именно напрямую в россию в армению 5 миллионов 649 в азербайджан 2 миллиона 963 казахстан 727 узбекистан дальше таджикистан 7400 долларов что ли туда поставили непонятно не дождение секунду дело дело вы цифры в миллионах даны или же нет 5 миллионов 2 миллиона цифры дают его абсолютно 5 миллионов 649 тысяч 403 тысячи это за какой период 20-й год нет здесь на ней секунду дата внизу что написано период из грузии из грузии в это самое в россию а всего 2 миллиона 3 миллиона 5 миллиона четыреста тысяч такие смешные цены ну вот из грузии вернее рейкспорт продукции двойного назначения которое перечислено из грузии во все страны вот эти дальше поехали значит вот это то что радионавигационная оборудование процент по сравнению с 20 и аэс вас вырос на 213 процентов я не понимаю как это бывает дальше идет экспорт процессором и джойстиков из грузии в армению и казахстан ну вот мы видим тут я понимаю я это я это философии понимаю после цифры они не 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 очень внушительные не 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 посмотри вот экспорт процессоров и джойстиков из армении в россию то есть из грузии было на 76 тысяч а из армении в россию было на 2 миллиона 677 тысяч из значит соответственно блоков обработки данных из грузии в армению двадцать этим году на 3 миллиона 64 тысячи а здесь один миллион то есть а куда пошли остальные непонятно тоже но 263 и 3 миллиона дальше идем из кыргызстана то же самое мы видим тут у миллион с лишним но это вот они а вот это откуда грузия получала с китай гонконг нидерланды дальше вот здесь появляется азербайджан и казахстан принимающих принимающих устройств в азербайджан ради локационное оборудование насколько я понимаю потому что дальше будет а вода ради навигационное оборудование 304 тысячи этого добра и самому нужно нет да почему и друзья не понимаю и вот общие вам может быть нам не продают понимаем но нам же много чего не продают и странно то и вот общие естественно вот тут мы видим выделяется армения но в двадцать третьем году есть и азербайджан но опять-таки а это бытовая техника кстати это бытовая техника я понял не вся бытовая техника конечно идет на вооружение на разборку вот опять-таки это из грузии что из этого пошло потом в россию мы не знаем вот примерно вот но как минимум то есть мы должны здесь одну вещь определить дело я хочу вас мы должны одну вещь для нашего зрителя это пояснить что если что-то какой-то продукт который идет российскую федерацию через азербайджан он налагается дополнительному пошлину то есть есть один тот же товар пример заходит с европы на территорию грузии это уже какая-то пошлина или же нет пошлина потому что вы вместе с ассоциативное соглашение пример из грузии в армению там есть пошлина то есть если за 100 долларов купили вещь она становится условно 110 долларов армяне в едином таможенном пространстве с российской федерации соответственно они накладывают еще 10 долларов свои которые тут в карман конкретного человека и он продает это в россию за 120 в азербайджане ситуация другая если приходит к вам за 100 долларов вы продаете его нам за 110 свою маржу там же пошлина идет да где-то еще 10 долларов 130 потом еще мы накладываем десятку получается 130 потом еще в россию там еще пошлина идет и там получает где-то 140 то есть те товары которые экспорта идут через азербайджан гипотетически они становятся дороже чем что идет через армию гораздо больше поэтому я говорю что мы опаздываем то есть если это мировое сообщество те же самые сша европейский союз принимают как норму а это поздно все выводят мы мы должны активно в этом участвовать в экспорте и в россии из россии и наш торговый оборот кстати с российской федерации он увеличивается в большинстве своем за счет экспорта из россии нежели выросли то есть это тоже очень интересный тренд который мы тоже должны а зачем это дешевле получается их товар поэтому они по бросовым ценам до продают то что не могут например я честно говоря вижу другую проблему я вижу проблему как говорится взгляд со стороны хотя какой к черту со стороны мы все варимся в одном котле я вижу проблему что не нефтяной экспорт азербайджана он полностью завязан на россии ну в основном 40 процентов 40 процентов да но ну да потому что это кооперационные связи и сейчас у турции открывается больше возможностей больше возможно это меметанол и так далее электроэнергии еще открывается больше возможности потому что в инструкции подписали фитей правда он ограничен на определенной позиции товар эти позиции тихо тихо увеличиваются плюс будет увеличение еще центральной азиатской направлении то есть мы увеличиваем сегодня нефтяной сеть правда темпы не очень высокие нужно это отметить чуть-чуть добираемся там по 3 миллиардов и такого прорыва нет потому что у нас нет фитей у нас нет что нету фитриды гин у нас есть там снг и тогда это отдельная тема экономической дипломатии я собираюсь на следующей неделе про это значит написать несколько постов уже хорошо на тему я потому что может быть на следующих неделях обсудим более бурно что привлекло мне мое внимание значит к составу делегации правда российскую делегацию она была настолько большой что не поместилась за стол и даже господин костин глава втб опайщиком которого является азербайджанской нефтяной фонд он сидит прям позади путин вот то есть на втором но за нашим столом за столом с нашей страны сидел еще и министр обороны промышленности вот наряду социально-экономический блок то есть я так понимаю что тема втс в той или иной степени все еще остается на повестке дня хотя все понимают что никакого экспорта российского вооружения в азербайджан ближайшее время не будет но возможно мы заинтересованы в определенных технологиях которые например сейчас активно применяются в российской федерации в войне с украины и вот вызывает интерес у нашу страну я думаю что вот к этой теме там тоже мало обращались но это привлекло и мою вот политическая составляющая дело это конечно же активизация значит российской федерации и претензия на то что они еще могут играть роль посредников и так далее ну путин откровенно сказал что если обе стороны значит будут заинтересованы в этом или же обратятся к российской федерации то что он это сказал это очередной такой элемент того что да мы принимаем туфа тот факт за реальность что по тем тема где мы не являемся стороной пример по границе мы можем только консультативно есть обе стороны к нам обратиться он только типа что у нас карты есть и так далее ноги то есть он это признал это очень важный элемент я думаю очень важно а вот в той теме где россия приобретением россии после войны 2020 было то что она является стороной является стороной процесса это от этого россия отказываться не собирается эта тема разблокировки коммуникаций и даже заявление лаврова а за безусловно разблокировки коммуникации потом мария захарова сделала откровение у меня есть у нас что было двенадцать заседаний что вот армянская сторона и захарова как же без нее да что армянская сторона попросила в ходе этих заседаний разграничить значит отделить автомобильный маршрут от железнодорожного и есть согласие на это что и россия и азербайджан сама пошли как бы на на это конструктивный шаг что юрисдикцию отметили в документе армении над этим над этой территории и так далее на территории где будут проходить коммуникации то о чем они всегда повторяю вот что все это есть но вот нет таких прорывных шагов нет решений армянская сторона я думаю что эта тема очень значит важно для российской федерации они и они упоминают об этом одну секунду то есть и для наших зрителей не будет контроля над зангизорским коридором россия требует я так понимаю своего участия в разблокировки коммуникации участие в чем это есть контроль а в чем они еще могут участвовать в строительстве конечно в управлении и опять концентрируемся на этом зангизорском коридор юг ажд что юг ажд будет строить и управлять вот этой частью это хозяйственная функция еще есть функция по причине безопасности они например я думаю что очень хотели бы может быть даже пошли бы на уступки и от честно сказать у меня вот закрылась какая-то интуиция что лишь что такое у меня заказ такая идея что российская федерация пойдет на какие-то уступки лишь бы участвовать в какой-то форме в процессе разблокировки коммуникации и ускорить этот процесс я думаю что беседа и переговоры которые анонсировал путин с машиняном наверняка телефонные они будут именно об этом вот как они может уступить она уже уступила она уже уступила в мае месяце этого года когда убрала значит свои своих пограничников с той территории которую пашня нам предоставил 2021 году не вдоль границы с азербайджан условно а вдоль за низу свой коридор я вам показывал это и говорил читал и тогда они нам это стоят где погранич нет секунду они даже стоят эти погранич стать непосредственно у границы а он им дал в трех местах в сенихской области еще вот в глубже но армянские эксперты говорят что вот в их ним в их договоре по пограничным войскам значит российской федерации с арменией там есть такой пункт что российские пограничники контролируют например границу столько-то метров от границы и так далее и плюс подъездные пути автомобильного и железнодорожного транспорта автомобильного железнодорожного транспорта они контролируют поэтому например когда турецкая делегация с армянской делегации встречалась на этом мостике и там такая линия да было как северной корее а ну когда вы до калыч и рубинян когда это на снимались целовались так далее сзади стоит российский пограничник скалашон ну там нет там они охраняют границу понятно нет да они контролируют и подъездные пути вот сколько метров контролирует и атак за низу железом дорогу проходит очень близко границ российская страна может использовать этот пункт очень сложен такой элемент но если будет политическая воля а я думаю что российская федерация нынешних условий пойдет на еще на какие-то уступки лишь бы эта разблокировка прошла бы именно в трехстороннем формате может быть даже по какому-то элементу там обеспечение там пограничной функции может быть они предоставят это армянской стороне и так далее но я думаю что они заинтересованы в том что они поставят что им останется только управление не управление как юг ажд но по-моему армянская сторона вот эти 44 километра не собирается давать вот эти 44 километра по идее они будут наверно первыми километрами железным дорог армении которые станут национальными вот это я и это подозреваю плюс я так понимаю что лавров сколько обращался к пашиняну такое же недовольство было и заявление хаммеи о том что значит это не за без узких коридор не в интересах армении армянского народа не надо иранцы не хотят я понимаю но лавров я думаю что в медиа российской федерации думают что не вам решать за армению это мы решили это наша прерогатива и функция понятно понятно что кстати почему иранцы не хотят я тоже не могу понять ну ладно они хотят через себя но но очень у них своя логика я не буду уже об этом я не могу понять их логику они понимают только у них свое собственное ощущение времени и в конце они всегда проигрывают но почему-то думать что они победили очень это какая-то вот такая не сюрреалистичная картина сырана получается вот на те же самые грабли наступают и в конце вот оказывается разбитого карта ну и очень с ним в общем как-то вот 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 эта тема тоже мне показалось что российская сторона особенно после курского провала и так далее она может пойдет на очередные уступки армении в этом вопросе и посмотрим какая позиция и даже опять же интуитивно мне кажется что вот на сегодня тем разблокировки может быть даже будет будет раньше вот полноценно я уже кстати подумал что вот это то что убрали с тех соглашения это могу быть для того что они недовольны этим кстати гела 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 они недовольны этим кто русские да я так почувствовал значит что российская страна недовольны этой темы что это осталось в нем почему это не какой-то такой они же сторона же в этом процессе вот там где они сторона единственная тема это осталось они были стороной трехстороннего там по карабаху да они были стороной по транспорту и следующий этап должен был быть они должны были стать стороной по делимитации демаркации ну там застопорилась все и все пошло не так как они планируют и это большое я вам такую могу вещь сказать по моему это большой укор делаются в сторону лаврова именно вот в этом отношении что он расслабился он ничего не делал в этом направлении вот и поэтому российская страна потерял эти позиции потому что если раньше в направлении например армян азербайджанской тематики лидирующие позиции были у лаврова то после 2020 года появилась позиции и у министерства обороны российской федерации которая была на земле и в карабахе и на условной границе вот и ну и соответственно другие структуры ну вот лавров опять взял свои руки там была ревность межведомственная что кто должен заниматься кто кому подчиняться это мы тоже слышим да от наших коллег и вот лавров ну профукал ну ну в общем как то так да я думаю что и азербайджан соответственно выступил о том что мы не против российской площадке переговоров это вызвало буря эмоции в армянском экспертном сообществе что вот азербайджан опять хочет нас в россию в москву и подожди я всегда схожу вот из чего ребят если азербайджан не против то это азербайджан не против если армения против переговоров не состоится ну сюда вообще-то здесь смысл найти в чем состоит я так понимаю моем азербайджанская такая логика мировоззренческая логика она я думаю что позиция азербайджана сформировалась как по этому вопросу если армения на западе значит ухудшает наше отношение запада то есть вся их политика вот в этом отношении они на нас нападут ой война будет пошли находит говорит что если в те четыре сила не дадим война азербайджан сказал что мы войной возьмем агрессия будет и тогда все ему верят но мы кричим там всем говорим что нет войны не будет они больше не будет пошли он же сказал врал и три-четыре года но все равно ему верят они ухудшают наше отношение запада а у нас запад кто европейский союз главный торговый партнер азербайджанская азербайджан что делать азербайджан предпринимать шаги для ухудшения отношений мы же этим шагом фактически ухудшаем отношения между главным торговым партнером армении российской федерации делает то же самое зеркально не делайте плохо против нас мы тоже не будем делать плохо против вы говорите ухудшать наше отношение запада с европейским союзом сша своим ложе об этом это же сам два слова до сказали правильно сказали что мы не против и все пусть уже все шишки летят в сторону армии они не поймете сам пусть ухудшается их отношения там в коньяках нашли не не виноградный спин ну вот девяносто восьми процентов это вчера очень хорошо разобрал господин дурнов поэтому а в другой момент они даже в какой-то степени у российской стороны я же вам всегда это говорил на ваших передачах что американская активность особенно последняя встреча в вашингтоне она приведет в действие всех и вот российская сторона тоже появилась мы как договорились какой формат встречи германии в казахстане германии казахстане вызывали раздражение в российской федерации к примеру ну да там пришли сфотографировали зашли немцы выходят армия и азербайджан два дня ведут переговор казахстан то же самое а тут блинким пришел да как это в мультике было у черепахи сел и не уходят все сидит и сидит вышел сел сфотографировался получил свою фотографию улыбающийся блинкин и не улыбающийся мирзаян и байран 15 минут посидел сказал свое слово отметился уходили на свой сам сам нет на пусть они проведут бегал не он все полтора часа там сидит зачем и зачем и вот эти тоже всполошились на севере а и можно нам нельзя было хорошо давать тогда и с вами опять безрезультатно пойдем поговорим о погоде там не знаю о тех пунктах которые вызывают противоречия и так далее вернемся с вашим участием полтора часа на армяне на это не идут у них там про западные и мы виноваты в этом американцев не нужно было подпускать к этому процессу чтобы они полноценно там сидели в полтора часа переговоры привели к чему-то вышли сказали через месяц возможно заключить уже два месяца прошло поэтому они довели этот процесс особенно выступлением обраина о том что вся наша деятельность в армии вся помощь нацелена на ограничение россии зачем это это говоришь а где он то сказал в конгрессе чтобы показать что мы помогаем армии вот это сказал в россии это поняли все что вы делаете с американцами это все антироссийская надо не совсем так они довели процесс до того что мирный договор который вот сейчас американцы хотят ускорить тогда он расценивать как антироссийский шаг суши это по умолчанию данте российский шаг если посмотреть по умолчанию потому что открывается армия турецкая граница нормализуются отношения с азербайджаном это полно по зачем об этом говорить вот зачем вы хоть что перейти планеты всей это что ваше изобретение это не изобретение они это азербайджан значит мирный договор и его отстаиваем на всех площадках что это выйти бы это придумал почему вы бросаетесь это эти спекулятивные заявления которые вредят еще откровенно скажу в россии сейчас мирный договор вот именно вот в этом формате американский расценивается как антироссийский шаг а мы тихо-тихо стараемся как-то замерзовский там тема транспорта оставим это же не новая тема сейчас многие говорят а из америки значит амикбеков вернулся и вот эта тема вышла это же не так это тема вышла там не знаю весной что ли и так далее об этом и армянские эксперты нам говорили частных беседах вот что да они да эта тема вот вышли это это обсуждает обсуждение будет будущем да и мы надеемся быть на двустороннем в двустороннем формате мы всегда говорили что решите вопрос россии от азербайджана и предложите азербайджан что-то конкретно как это было теме по теме там границы и тогда но мы же этого же не видим же сейчас опять они зацепили за эту юбку значит сша с западом а мы только там только то только там вот пожалуйста изменение конституции доверие не сегодня вот я поделился текстом о дню декларации в независимости а я его еще не видел почему-то ну ничего я вспомнил тексты послание но пошли а там послание с посланием выступил и этот намек у него там в его послании что не все что указано декларация независимости армении все вот жестко имплементируются современной армии это только ссылка в конституции на декларацию но вот эта ссылка в преамбуле в конституции армии на декларацию это не значит что весь текст декларации он является императивом для нас вот посмотрите силовой блок декларация независимости написано что силовой блок будет подчинен верховному совету но сейчас он подчинен раньше он был подчинен президенту а сейчас значит правительство то есть исполнительная власть и это не вызывает вопросов о конституционности этого всего дела потому что это только прямо это незначительная вещь ссылка а я просто взял открыл сайт выступление послание никола пашиняна 2019 году 2020 году 2021 22 23 и тогда и взял блоки по коробах как как он интерпретировал это именно в контексте декларации по независимости республики поэтому что было тогда что сейчас от какой какие у нас гарантии что будет потом да поэтому никаких намеков никаких ничего делать нужно менять это все дело я думаю что дело идет именно как вот по поводу того что раз ереван ухудшает отношения баку западом баку будет ухудшать отношения еревана с москвой баку не будет баку будет способствовать ну там два слова да сказали все два слова мы не против московской площадки я это имею роскошь да и говорю да да конечно об этом догадывался мягко говоря но я ждал что когда это скажет кто-нибудь из азербайджанских экспертов это сказали развивая мысль я подозреваю что чем вот как в том анекдоте про представителя коренного народа севера анекдот плохой советский российский российский советский российский это было одно и то же но это самое не буду говорить больше ходить в баню в двадцать четвертом году пошел в баню ленин номер сорок первом году пошел в баню война началась вот примерно то же самое я сейчас смотрел на этот визит но блин и интересная картина получается харьковская операция была параллельно с них была операция азербайджаном на границе с арменией потом просела россия в очередной раз на украинском фронте было восстановление территориальной ценности дубы так что же будет во время курска я прекрасно понимаю что не хорошо так говорить но еще раз говорю я же блогер я могу не политологический термин но я просто понимаю что самое время поймать путина за уши и значит получить от него то что хочется важно просто в этом деле не увлечься сильно вы по газовой теме да хотите спросить газовая тема на самом-то деле она не стоит военного яйца я скажу почему я про военно-техническое сотрудничество вот военно-техническое сотрудничество если она будет эта тема то очень серьезно то есть это делает в какой-то степени азербайджан стороной конфликта почему же ну как почему военно-техническое сотрудничество со стороны со стороны агрессором это это печально может быть но это вопрос или нерешенное я не знаю я пускай что человек сидел за столом может быть мы купили в свое время очень много в россии нужны какие-то ремонтные вещи нужны какие-то эти элементы тоже может обсуждаться то есть все и все все это прожарить путина продавить путина сегодня можно на очень многие вещи плюс у них плюс у них очень-очень сейчас продвинутые не то что продвинуты они воюющая страна а у воюющей страны всегда есть вот эти элементы которые встречаются проблемы в системе право и так далее пусть эти темы тоже тоже важно наших правило тоже же в основном российского производства насколько я знаю ну там есть конечно израильская тема и турецкая тема и так далее да интегрированные все это очень интересно все это очень интересно нет но я к тому что тут очень тонкая грань данном случае папа и технического производства россии мое мнение и очень опасная на самом деле грань потому что что сейчас мы подойду газовому соглашению а вот газовое соглашение я не знаю о чем мы газовое соглашение вообще между сокаром и газпромом две конкурирующие компании подписали между собой они еще подпишут дело как у нас как у нас говорят на или амвар или еще нет умершего чтобы его в его могилу могли что-то сделать тем более еще подпишут но если они подпишут по той теме о которой все говорят то они не подпишут без они не подпишут без украины то есть без решения киева вся эта конструкция какая конструкция конструкция экспорта своповых поставок газа азербайджанских поставок газа дело в течение двух с половиной лет войны как это все происходило напрямую был контракт между россией между газпромом и между газпромом и европейскими потребителями потребителей это нет главная фишка состоит в австрия слобакия чехия венгрия венгрия через турцию получает сейчас получать через турцию а вообще сейчас вопрос там трейдеры там фирмы трейдеры это все компании делают с этими компаниями у украины контракты по трансляции это не трехсторонний договор это двухсторонний двухсторонний договор здесь здесь нет нету трехсторонности нету формат нету нету там двух здесь а сейчас для того чтобы это было украина должна согласиться на транзит этого газа так и для себя тоже не для себя нет кстати явного нет для себя не покупают они покупают гончара спрашивал гончар что а что гончар что последний истинно гончар данном случае а я не покупаю они покупают от 5 до 8 у них нет таких объемов газ объема газа в украине на востоке и на западе и вкрым крым крым и восток под оккупации есть только на западе они значительные они покупают у россии но у них у них на самом газе российского покупают газ российского происхождения и здесь европейцы почему они в тени здесь есть две темы это газ для европейских стран непосредственно австрия словакия и тогда чехия кстати может она более западная она может и у германии что-то они они могут сами но словакия с австрией они ближе вопрос есть отличается в том что есть две темы для европейцев и для украины для украины как-то 5637 я не знаю ну где-то в таких объем для украины откуда пойдет через трансбалкан пойдет и так далее или же непосредственно оттуда по прошедшей по нынешней действующей схеме что российский газ идет сокаром европе сокар ставит печать что это мой глаз и за на идет в европе садов или же брали или же до в россии уже со словацкой компании на территории россии заключается что это покупает уже у газпром то есть говорить о том что газпром не сотрудничать и не имеет контакт и кстати на это их на этих схемах сидела очень большая коррупционная сеть в украине сейчас тоже то есть это сейчас тоже дело сейчас тоже поднимает эту гучу по азербайджану эти компании которые теряют огромные прибыли которые сидели на договора с газпрома в европе и обратно в украину газ российское происхождение вот эти группы эти группы где это мое мнение согласен с ним гончар не согласен его мне на гончар вообще про это не гра не кончай говорит кормить агрессора это задевает человек это очень сильно кормить агрессора кормили и украина тоже чтобы он знал тотальная война это перекрытие все я и про это спросил а вот спросите да у него в суд же как работала это вот это газоизмерительная станция как работа как работа вы спросите да у него там были украинцы или нет суд же а зачем просто спросите я просто хочу понять насколько он искренне на своих выступлениях спросите у газоизмерительной станции газпрома в течение всего периода войны работали украинцы или нет секунду да просто спросите да вот станция вот это здание там украинцы вместе с газпромом работали во времена или не работа и кто сейчас там что в день 42 44 45 миллионов кубометров газ оттуда проходит кто-то звонит же говорит серёг газ подошел или нет какой там у тебя она же измеряет же это подошло на подошло гоняем другое вот кто звонит по какому телефону и как они общаются не просто какая компания работает ася какая компания работает что в течение двадцать половиной лет там был флаг украины в одной комнате этой газоизмерительной станции или его не было а сейчас есть там сотрудники газпрома или их там просто спросить должны быть и спросите про объемы то есть газа которые значит россия российское происхождение они говорят что европейский газ и так далее много чего могут говорить и кто кормит агрессию просто такая информация так вот как работает станция в суд же это очень интересно но а в украине подняла подняли эти коррупционные круги в энергетическом секторе которые сидели на этих значит поставках на этих скидок это у меня другой тогда вопрос я думал проще это может просто скажем что от украины зависит правда от украины зависит а у меня такой тогда вопрос очень простой на самом-то что я не знаю я не знаю как называются эти словацкая и австрийская компании там она сорвалась потому что он не хотел транзит и после этого транзит все равно продолжается это возможно спросить у гончарь можно хочу это спрошу но говорить что это невозможно что до декабря были до декабря этого года до декабря этого года контракт 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 фильмы севченко есть такая идея почему войну в украине назвали слово он говорит что потому что если война это форс-мажор это там еще что агрессии так далее контракты останавливаются и нужно платить большую неустойку газпром поэтому это все назвались и своего и все это система работает то есть экспорт газа это уже европейцы отказываются от российского газа до 2027 года если не ошибаюсь полностью должна отказаться вот а в украине же эта война украина же расценивать это как война как война значит война значит нет в данном случае данном случае вопрос следующий я об этом говорил еще сама собственная поддержка идет деньги идут российской федерации вот у нас с армянами было честнее если честно все что от нас туда не шло я туда сюда не залетал ничего не шло кроме пуль свинца гранат и там у вас даже нет у вас определенный объем торговли через грузию было с одного было но это но извините меня в армении арестовывали яблоки из азербайджана а в азербайджане там какие-то конфеты были и так далее то есть это как частным порядком и все это пресекалось и я понимаю я к тому говорю что торговля торговля такая штука которая как вода просачивается везде даже даже в случае моем заключении вот этой всей свистопляски антисокаровской в украине это тема такая что завершаются вот этот в конце этого года вот эти схемы коррупционные да где были эти прокладки и вот владельцы этих прокладок которые очень близки кстати президенту зеленскому и так далее они вот начинают это компа чтобы сока не занимал бы их позицию но опять-таки не так себе решает как будет этот разница и будет ли он вообще но просьбы во всяком случае украинской стороны к азербайджанской стороне зафиксирован но опять же да украина же не будет просить за словаков со встречи правильно украина будет за себя да правильно дело украина в данном случае просит и спрашивает о чем о чем будете в этом участвовать или не будет это в чем в транзите газа для слова транзит они хотят для себя и зеленский для себя просто для своей экономики а то что гончар говорит что у нас нет газа российское происхождение это неправда у него есть газ российского происхождения если эта труба закрывается у них появляется дефицит если у них нет газа российское происхождение какого тогда зеленский почта азербайджан о посредничестве газовой сфере я словаков которые ему спину показывают и для австрийца или же за транзитную цену которую он будет получать там 200 300 миллионов евро скончар же сказал что незначительная цифра для нас это не имеет значения тогда вам должно быть по барабану что к словаке с австрийцами получит этот газ или же не получит тогда по логике вещей получает газ российское происхождение через европу вот это им нужно вот эти 5 6 7 миллиардов я не знаю сколько-то но мне сказать что вот где-то вот в рамках этого это им нужно российские газы нужно но через азербайджан или же через другую схему и они в этом не хотят признаваться я так это понимаю как ряд двое суток провожу вот и чтобы эти схемы понять я не бизнесмены так но сейчас вот я слава богу с помощью знакомых эксперт до меня допел ни одной я не с одним официальным человеком в азербайджане на эту тему не общался абсолютно только с экспертами которые шарят в этой сфере которые работают и сейчас вот когда вот это идет все на нас да я просто что да вот есть бизнес интерес и эти бизнес интерес отца а когда мы кормят агрессора ребят вы сами покупаете газ российского происхождения не покупали бы сейчас не нервничали бы что следующем году у нас ваша не российский газ чушь вы нервничаете что у вас там экономика украине недополучит 5 8 миллиардов километров газ ну тогда по барабану словаков есть газ или его нет пусть находят где они хотят с австрийцами не по барабану не по барабану почему не по барабану а сейчас приходим другой не по барабану тогда пусть европейская комиссия входит в разговор и дает гарантии азербайджан если не по барабану а это европейская страна должна сама решать свои вопросы а раньше значит они значит свои вопросы решали в общеевропейском контексте а сейчас они как-то азербайджан пусть поможет она в стороне посидим с россией договоритесь да вы можете а так не бывает вот я думаю что сейчас если это нужно это не нужно зеленскому потому что он же российского газа не использует украину это нужно словакам с австрийцами по серьезному тогда мы со словаками уже договорились остается австрийцы и слова кому же какие-то маленькие объема да остается австрийцы но дайте нам гарантии что из-за российского газа у нас проблем нет и в том а европейский парламент нас обвиняет и армянские экспорты до постоянно об этом говорят это вам это сложные схемы дорогие мои армянские эти это не гонять и телефоны с машиной как лафик само это дело или же золото с бриллиантами как грызо это сложные схемы тогда европейцы должны дать гарантии что вопрос не не будет или же помогать нам на что должны дать гарантию чтобы настоящая у нас проблем не было бы потом из-за наших отношений с газпромом вот я и говорю как как гарантии гарантии что эти объемы которые мы будем брать я я честно сказать не знаю европейская комиссия в политику же статья было что они обратились в бруссель там от коверна обратиться к азербайджанская я не знаю они они это обратились из-за словаков с австрийцами или из-за украины вот я это пока что не определилась потому что эти объемы но посмотрите да дело через суд же сколько или там суджу 40 42-43 миллиона кубометров газа у меня для этого соведущей умножить на 365 я в профанда в этом деле умножить на 365 это получается где-то в пределах 15 миллиардов кубометров газа в год вот через этот участок 15 миллиардов кубометров и вычтите оттуда сколько нужно австрии сколько нужно этой словаки и получится вот этот зазор который значит использует украина все же 224 в общем главный вопрос чтобы упростить потому что главный вопрос действительно ли украине нужен тот газ который идет сегодня через сутжу потому что через 2 место не идет раме самой украине самой украине нужен этот газ или не нужен или же нужны объемы эти объемы если подожди если украина может этот газ получить есть интерконектор в конечном итоге может получили от газ из того же азербайджан европейцы должны участвовать в этом потому что они за это платят они же платят вместо украины таким образом я вообще про сучу какую-то рассказывал мне другие вопросы будут а мы в суде кто сидит какая разница вопрос гораздо не никакая разница беда вене это эмоционального не почему не почему пусть ответил они же говорят что у нас это скормить агрессор и так далее пусть ответит кто там работает кто звонит туда кто проверяет это все дело и так далее как они же говорят что мы воюем так не воюют же с одной стороны там машина с газпромом сотрудник газпрома едет сужу смену меня так бывает что я не знаю у нас так не бывает и честно сказать все меняется и била все меняется что говорили из эфира ваших канал занятизу визаторы что все что делается в карабахе это освобождение а все что делается на территории армении это оккупация и так далее мы можем уже полностью вводить в теме кукской визатор это сейчас нормально это нормально для нас это тоже нормально когда их войска были у нас почему не залезть нам туда 2016 году принципе можно было и в казах залезть и в 2020 и так далее оттуда освобождать территорию азербайджана тоже нормально это самооборона мы об этом всегда говорим что во время войны идет все можно например стрелять по мирным жителям нельзя а до территории противника заходить еще как можно и 2022 году когда армении как утверждает армянская сторона европа сша и так далее азербайджан как будто бы зашел на их территорию ну тогда их войска были на наше тело значит это нормально вот так видно правильно война шла и сейчас мирного договора и второй вопрос про еврокомиссии почему еврокомиссия в этом не участвует в чем вот во всей этой истории так что где мы как бы а вот еще вот еще еще но в принципе мы столько поговорили об этом что хорошо все равно я же приготовил стать не пропадать же о нужно отдельно вот значит ташкенте сейчас государственный визит да посмотрите как там кормят там наверно тоже хорошо кормят но нам не расскажут не почему сфотографируют меню пошлют это всегда делаются не 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 что всегда делают не всегда этого делают не во франции например когда байден был или же там британии всегда фотографируют это нормальная практика меню показывать что кушать серьезно да 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 я хочу сказать честно я даже меню с путиным не видел рассказывали но я две фотографии не видел козленок там дыри до этого модели тоже ел ну и что до дома где дома удивили удивили тоже мне этот о чем разговаривают там повестка очень большая опять же по составу делегации это все а так это уже можно сказать что после двух лет очень интенсивной работы началась и практическая реализация совместных проект на территории азербайджана и на территории из пятиста плюс подтягивается бизнес и мы это видим буквально в азербайдж-баку во всяком случае это вот видно уже воочию это магазины текстильные промышленности значит узбекистана это узбекские бизнесмены которые тут видят от колбас до химической продукции продают это анонсировали значит текстильную фабрику ханкянди вот и наше предприятие в узбекистане да узбекскую да 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 у вас этот самый есть хлопок же есть в азербайджане есть сюда есть естественно то есть если я подумал стекстильная фабрика хлопок нет я так понимаю здесь идут будут идти кооперационные связи то есть это вот такая цепочка будет что определенные вещи из узбекистана собираются здесь и выходят на мировой дом и да у президентов алиева и мирзиоева и личная химия и там на личном контроле все находится поэтому и геополитические элементы тоже то есть это и тюркский совет это и формат центральная азербайджан все обсуждается геополитически и так далее и что самое интересное мы прибавили очень заметно прибавили в сотрудничестве военности вот это большой прорыв из узбекистаном из казахстана да 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 вот кириналин он сейчас находится в казахстане учение проводится и так далее да это кстати вызывает у меня все есть да 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 дело кстати это вызывает определенные значит беспокойство как на западе так и на востоке да но страны центральной азии азербайджан они какой принципиально в этом вопросе не уступают этому вот не сказал бы нажиму но вот этим беспокойством и продолжают в темпе открыто сотрудничать и в этой сфере тоже в москве по этому поводу не беспокоится таки да таки да но я не удивлюсь если мы тоже присоединимся тем больше тоже много членов у дкб знаете в российской федерации не придавали значение этой теме когда это все зарождалось но по мере того как эта тема развивалась там сформировалось два таких не что это пантюркизм это плохо это возродит сепаратизм значит у нас это отдельный геополитический проект он связан с турцию но время проходит и они видят что в организации тюркских государств в отношении с турции страны центральной азии и даже азербайджан они субъектны и даже азербайджан когда я говорю я вот это по результатам того что читаю и общаюсь с российскими коллегами я вижу что у них такие маркеры были после войны что ну да вы наверно больше зависите так она и так далее что все что он скажет бывает ну например после атаки хамаса и значит ответы израиля позиция азербайджана например вызвала у них то что а вот у вас неполное совпадение что ну да неполное но частичные по каким-то элементам и так далее да у нас позиция потому что мы признаем палестину к государству салима поддерживаем позицию исламского мира и так далее поддерживаем гуманитарно и так далее ну вот всю позицию турции и поэтому это кстати было очень интересно воспринято как москве так и вашингтон вот это очень интересно что да оказывается там азербайджан сохранил какой-то элемент субъектность не какой-то элементы значить субъектности в отношении санкоголь или же центральные азиатские страны когда они например в консультативный совет пустили да как бы азербайджанскую азербайджанскую республику а с турцией взаимоотношения исключительно в рамках у т.г. и так далее то есть по центральной азии как региона у турции формата нету 5 плюс потому что это вызывает недовольство например таджикистана к примеру они не хотят быть как бы что это было бы т.г. плюс таджикистан повторение этого формата не хотят я откровенно об этом говорят это тоже нужно есть какие-то реальные геополитические реалии которые вы игнорировать не можете вот их насколько больше субъектность трансцентральной азии есть в этом отношении это любые вот эти как бы раздражение какой-то деятельностью стран и так далее они могут выносить это объяснять эту позицию опять же скажешь как пекине так москве так и значит вашингтоне и других столиц поэтому это служит повышение субъектности этих и они в принципе в этом порыве они солидарны с азербайджан ну субъектность это замечательно конечно я единственное что у меня было очень интересно я не знаю было время посвятить или нет очень интересный разговор был с русланом асин по поводу турана и как спасение русского мира так вот тут очень важный момент очень хорошо ну хорошо назовем это субъектностью москва сегодня вот я не знаю у них уже до оформленный план или нет но я думаю что а вторую линию я не сказал вторая линия в россии это значит то что мы должны присмотреться к этой группе стран да и действовать с ними в рамках международных организаторов где все они представлен я думаю что здесь тема шоссе она очень вот встраиваться в конфигурацию и в некотором степени они даже готовы стать как венгрии наблюдателями да но потом тоже разница до часть я думаю что стратегическая цель москвы сейчас возглавить тюркский мир в конечном итоге не вытеснится вытеснится а это единственный путь спасения их империи мы сегодня говорили с кутаевым уже но вот предыдущая передача была кавказ это 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 кавказские народы это не серьезно а вот русский мир учитывая что у них тоже это достаточно серьезно грубо говоря они сейчас на развилке не мы сейчас час 11 минут давайте этот блок можем потом обсудить но сейчас я скажу несколько тезисов по этой теме да с как как в россии об этом думают у нас к насколько я понимаю для них вот эти международные организации делится на и по безопасности по экономике гуманитарным темам и тогда вот и г есть все или же есть потенциал для всего это не он не зарождается да как сугубо экономический блок как я с я с могут они тему безопасности внести не могут политический элемент хотят внести российской федерации казахстан например всегда говорит что не путайте политику с экономикой так не бывает это не секунду о дкб в дкб есть экономическое измерение его там нет это только военный вот шосс шосс эта тема безопасности но она получает какое-то экономическое измерение очень интересная внимательность лежит я думаю что привлекательность для азербайджана именно и в этом тоже что какие-то зонтичные решения участвовать там а потом уже между странами используя этот зонтик шосс наращивать свое взаимодействие эффективно вот а т.к. сперва это было только культуру гуманитарно тюксой самая древняя организация в рамках тюркского интеграционного проекта совет политический там обсуждается все и экономика есть и безопасность есть тогда они понимают что вот если бы это было бы пример только политическое взаимодействие тогда я с вами согласился что да этот блок они там участвуют если было бы экономическое они может быть тоже участвовали но для них самая большая угроза как они воспринимают это не то что я так они так воспринимают это культура культурный элемент дело единый алфавит это взаимоотношение вот в этом культурном росте вот это вызывают у них определенные вопросы и тогда поэтому если они вот входит в эту тему вот так как наблюдатели они должны будут там участвовать и в политических вопросов и в экономические как бы это венгри и в культурологическое а секунду доделаем кулинар сейчас я вам скажу пример делаем кулинарное фестиваль в шуше приезжают все со своими тюкскими блюдами из россии кто приедет татары с башкирами айсаро без без кого приедут чуваши с якутами поэтому поэтому они вот не хотят у них есть вот это они они нет какой части приспособиться к политической пожалуйста политически кто приезжает нет лавров там глава первого департамента кто-то асгильдян и так как это как его армянина нашли который выступал против армии недавно совсем они обождая что-то слышал по экономике кого пошли по экономике пошлют вице-премьера олегчука а по культурному кого пошли вот в этом вопрос поэтому там разница подходы к тега идти не идти взаимодействует или нет как-то вводить их туда или него там не совсем все так я сейчас я сейчас вспомнил анекдот просов просовую сустав ну да стратегия тактика это все тактика строя при а я про стратегию агена стратегия они они и станут ежиками правильно они говорят что мы должны в этом участвовать но когда переходит уже к тому что а вы знаете после того как если мы подадим вот вот эти элементы мы готовы к этим элементам нет не готовы тогда оставляете поэтому у них постоянно вот есть такой ли вы что давайте зайдем ама нет давайте их всех кто вот так давайте всех заведем еще больше евразийские структуры и там растворим в каком смысле через это будем создавать на зонтичная правильно так и есть а вот в этих зонтичных структурах нас становится больше да ладно в снг нас тоже было больше и что а то что мы можем играть мы можем там какие-то группы создавать интересы и так далее все в динамике все очень сложно легкой геополитики не бывает особенно сейчас поэтому поэтому мы каждую неделю с встречаемся и это бурно обсуждать бурно ой большое большое спасибо за очень интересную беседу я думаю что она была полезна и я думаю что будут круги по воде в названии путин будет чтобы больше подробно подробно провести путина газовую сделку и а вот и что и я еще не придумал все окей большое спасибо дорогие друзья что были сегодня с нами всего доброго а ставьте лайки делитесь обязательно и до новых встреч